Всем привет! Мы заселились, уже тут несколько дней живем. Хотела вам рассказать, как мы тут устроились. Сказать пару слов об отеле. Живем мы в отеле Grand West Centara Grand West. Здесь на территории Пхукета несколько есть центар. Одна находится на короне, точно. Мы живем на пляже Майкхау. Это тот, который рядом с аэропортом. Самый первый отель после аэропорта. Хотела вообще разбить какие-то, выделить плюсы и минусы этого отеля. Я поняла, что плюсы для одних, минусы для других. Первый плюс-минус это близость к аэропорту, то есть ехать недалеко. Это раз. Во-вторых, потрясающее зрелище взлетов и посадок самолетов. Здесь очень многие туристы приезжают просто, чтобы сделать фото и селфи с самолетом, как они пытаются поймать самолет за хвост. Естественно, это шумно и некоторых это раздражает. С моей бригадой и детским садом для меня это вообще не проблема. На территории находится аквапарк, поэтому тоже очень много людей приезжает ради аквапарка. Территория отеля очень большая. Это тоже такое, где-то плюс, где-то минус. Населяет практически, наверное, процентов 90-80, это русские и китайцы. Ну вот китайцы тоже ребята шумные, поодиночке они не ходят, ходят группами, кричат. Шумные очень, поэтому, ну да, тоже тут своеобразные. На территории отеля есть несколько ресторанов. Есть фитнес-зал, очень недурственный, кстати, для отеля. Неплохой набор тренажеров. Я уже успела потренироваться. несколько бассейнов. Рядом с пляжем один бассейн. Есть детский, где нужно съезжать на пляже, попивая там кокос и наблюдать, как дети барахтаются. Очень зеленая территория, много улочек, где можно погулять. И есть баги, которые, такие электрокары, которые возят до пляжа, до ресторанов, где завтраки проходят. Ну то есть вообще по территории отеля курсируют, чтобы, ну вот иногда прям по пеклу совсем не хочется идти домой. Все с нашим багажом ценным. Что еще по поводу номера. Наш номер, он трехкомнатный, можно так сказать. Одна маленькая детская, там стоит двухъярусная кровать. Кстати, это вообще идеальный вариант. На сон час и вообще, и на сон ночной мы укладываем у детей буквально за пять минут. Ну, возможно, это связано с тем, что они уже просто устают, но и еще это связано с тем, что они лежат на разных ярусах и друг друга не задирают. Поэтому как-то быстрее этот процесс проходит. Одна наша спальня и гостиная. Номера, не сказать, что там супер шикарные. Уборка номера, кстати, очень плохая. Нужно прям, во-первых, просить, потому что они могут не успеть к тому, как вы придете с пляжа. У нас сон час два часа, поэтому нередко застаем. Комнату не убрана. Просим, чтобы прибрали номер. Ну и вообще углы грязные. Конечно, проверку ревизорова точно не прошел бы ни один номер. Ванная здесь большая вместе с душем отдельным. Здесь все льется на пол. Тоже как-то очень странно, когда много воды в ванной комнате. Есть чайник, кружки, стаканы. Ну, в общем, все так очень скромненько. Я не знаю, этот отель себя позиционирует как пять звезд, но это, конечно, такие номера слишком круто для пятерки. Ну, я имею в виду, что прям очень скромно. Вот. Ну, жить можно. Мне вообще, я не знаю, чем мне можно испортить отдых. Я его так ждала, поэтому я на это не обращаю внимания. Есть детский клуб. Тут скорее минус, чем плюс, потому что игрушек мало. Работает он до семи часов. Иногда хочется оставить детей на ужин, ну, пока мы ужином, чтобы они поиграли, они поедят и надо чем-то заняться, то детский клуб уже не работает. Ни у кого время, там, ну, детей, вот, Сашу там не разрешают оставить одного, нужно обязательно, чтобы кто-то из взрослых присматривал за ними. И вот мы всем пошел с ними играть, залегте, наверное, на диване прикорнуть. И вот Тайка подошла и прям будила, его толкала, что давай, смотри за детьми. Ну, мы вообще как-то агрессивно были настроены, хотя вообще тайцы очень любят детей. Здесь хлеб и выпечка, круассаны, кексы и пончики с макиной. Здесь жарят омлет, немножко глазуне, страмбол, сосиски, бекони, тушеная фастоль, вареный рис, здесь вот детская зона. Саш, что ты ешь? Макароны с сосисками? Ну, детская зона, конечно, самая страшная, по-моему. Рис, жареная свинина, колбаса, макароны нет, но сегодня еще по-божески. Обычно здесь жареная картошка, жареные, пережаренные сосиски, а здесь фрукты. Здесь каша овсяная, йогурты, порезанные фрукты и стойка с салатами. Я сюда даже не подхожу. Сыр и колбасы. Картошка жареная. Здесь соки, чай, но соки здесь какие-то ядерного цвета. Я думаю, что они не очень натуральные, поэтому детям я такое не разрешаю. Кофе, как и везде, обезжиренное молоко и обычное молоко. Жареные бананы. Ну, в общем, из еды выбрать есть что. Кормят здесь неплохо, и что мне нравятся завтраки здесь тоже поделены, чтобы не было какой-то толкучки, чтобы всего всем хватало. А рестораны, где проходят завтраки, они разделены тоже по корпусам. Поэтому всегда свободны и очень спокойны. Единственное, что когда завтракаешь на улице или ешь, в общем, ворон считать не стоит. Потому что только отзвернешься, и из твоей тарелки едят уже бараби. Очень проборные барабишки. На территории отеля также есть спа-центр, и на пляже есть пляжные тоже виды массажа, скажем так. Но это не всегда комфортно. Ну, точнее, вообще не очень комфортно, потому что когда ты в песке, тебе массажируют, ну, не всегда так. Приятно. А чтобы погружиться в атмосферу этих ароматных масел, полностью расслабиться, то можно, конечно, сходить в спа-центр. Мы тоже еще не пробовали, потому что детеныши. И я думаю, что мы обязательно это сделаем по очереди с Максимом. По поводу анимации. На пляже есть анимация. Детская, взрослая делают зарядку в бассейне, акваэробика каждое утро. Детям вечером устраивают в ними диско, какие-то там танцы, русские песни, чугачанги. Вот, с удовольствием. Прям парк колясок всегда устраивается возле сцены. Теперь по поводу персонала. Персонал очень приятный, все улыбаются, очень быстро реагируют на просьбы. Единственное, что иногда просто без просьбы они ничего не делают. Очень ленивые тайцы. И просто, может быть, для нас это лень, а для них они просто не такие не расторопные. Они все делают очень медленно, никуда не спешат, не торопятся. В общем, этому у них можно поучиться. На ресепшене есть русскоговорящие девочки, которые с удовольствием расскажут об отеле и пропортируют. Можно арендовать машину, чем мы, в общем-то, и занялись. Пытались найти на сайтах аренду машин, но как-то у нас не получилось. Тоже с тайцами какие-то они очень проблематичные и трудные для нас, русских. Мы арендовали машину в самом отеле. Здесь есть и парковка. Стоит это полторы тысячи бант. Взяли мы машину Toyota Corolla с полным баком бензина, что порадовало. В общем, очень комфортно. Приминали прямо к лобби и забирают также. И что еще есть? Еще хотела обратить внимание на такую услугу вообще в сетях цепочек Центара. Нас об этом не предупредили. Мы хотели намекнуть, но было очень много народу, когда мы заезжали. Поэтому как-то нас не поняли и все, поулыбались мило и отправили нас в номер отдыхать. Мы уставшие с детьми не стали спорить и как-то все это вот так занялось. В общем, имейте в виду, что в сетях отелей Центара есть такая услуга, когда ты кладешь депозит. Здесь все, все услуги на территории отеля, они не за наличный расчет. Просто ты расписываешься на свой номер, потом в конце отдыха тебе предоставляют счет в том, сколько ты здесь всего купил. И когда в первые четыре часа, в общем, можно положить на счет деньги, там, по-моему, тысячу, если долларов кладешь, то тебе удваивают эту сумму до двух тысяч, то есть в два раза. Это очень удобно на самом деле, потому что, особенно для семей с детьми, чтобы никуда не ходить, можно есть в ресторан, потому что цены здесь, конечно, завышены в два, то и больше раз. То есть, если с таким депозитом можно не считать, деньги есть везде. Ну, если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня, пока!